Банальная группа ОРВИ у нас всегда относится к сезонным заболеваниям. В группу ОРВИ мы включаем все вирусные респираторные заболевания, так эта аббревиатура и расшифруется. Острые респираторные вирусные заболевания. По этиологии могут быть все возможные причины. Множество вирусов витает вокруг нас каждый день. Мы постоянно с ними контактируем и постоянно подвержены заболеваемости. Когда-то мы можем их пропустить, наш организм справится и не заметит, а когда-то мы переносим все эти заболевания со всей яркой клинической симптоматикой. Обязательно смотрим ушки, носик, горло, скульптация легких производится. Полностью педиатрический осмотр. Из таких дополнительных обследований, которые иногда мы применяем, это экспресс-тест на грипп ковид, если они необходимы в данный момент сейчас. Есть также диагностика на вирусы респираторные, самые часто встречающиеся в данном сезоне и вообще в принципе. Наверное, это общие анализы крови, общий анализ мочи. Это стандартный такой, ну скажем, минимум. Не всегда он нужный, но часто мы к нему прибегаем. Лечение, как правило, это симптоматическое. Существует сейчас только одно специфическое лечение, это против вируса гриппа. Мы знаем этот препарат зальтамивир. Он назначается, если мы понимаем, что в течение гриппа это только вот первые сутки, мы успеваем поставить его в время диагноз, и мы можем назначить это лечение. Да, в каких-то случаях оно приводит к более быстрому выздоровлению, к снижению риска осложнений, но остальные все вирусы, они лечатся просто симптоматически. Да, и как мы говорим, ОРВИ это самопроходящее заболевание, то есть нам не нужно в ничего специфического лечить. Только, допустим, насморк появился, мы промываем нос. Кашель появился, если он требует лечения, мы там назначаем какие-то ингаляции или другие процедуры. Осложнение это одна из таких неприятных сторон ОРВИ, а часто бывают бактериальные синуситы, да, это воспаление пазух, и у маленьких детей, к сожалению, они тоже встречаются. Это атиты, это пневмония, да, и более тяжелые состояния, которые тоже бывают, но редко. Ежегодно мы знаем, что штамм вируса гриппа не меняется, ежегодно наши ученые изобретают и прогнозируют, что вот именно этот штамм будет популярен в этом сезоне, да, скажем, популярен в кавычках, и разрабатывают конкретную вакцину. Основной профилактикой все-таки будут общие рекомендации. Социальная дистанция, мытье рук, ношение масок в общественном месте. Если мы приходим в какую-то поликлинику, и мы понимаем, что там будет много больных детей, конечно, лучше одеть маску. Если я осматриваю больного ребенка, я тоже одену на себя маску. Как правило, течение ОРВИ не занимает длительного времени, да, это, если мы говорим про температуру детей, то это не более трех суток. Общие симптомы не более недели. Если мы укладываемся в этот срок, то как бы все идет по плану, и не нужно родителям паниковать, тревожиться и чего-то искать. Если родители понимают, что данное течение ОРВИ не укладывается у них в неделю, скорее всего, возможно, развитие осложнений. Обязательно нужно обратиться к врачу. Напишите в комментариях, с какими осложнениями вирусных инфекций сталкивались ваши детки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова